Что посмотреть и куда сходить? Наша подборка самого интересного в городе. Поехали! В эти холодные праздничные ноябрьские выходные у вас есть возможность согреться под волшебные звуки лютни. В музыкальной квартире на Тверской пройдет четвертый концерт из серии «Лютневый сериал». Гости услышат произведения, написанные для дуэтов в эпохе Ренессанса и барокко, когда лютня была одним из важнейших инструментов. Исполнят произведения композиторов эпохи Ренессанса Ольга Байко и Ася Гречищева. Начало в 19.00. Любители керамики могут посетить выставку, которая проходит в усадьбе Измайлова. Она посвящена знаменитой Строгановской школе, которая оказала колоссальное влияние на производство керамических изделий. На выставке можно будет увидеть пласты, рельефы, скульптуры, утилитарные предметы, в общем, целую эпоху в русском искусстве, и эволюцию в творчестве. Важно, что произведения признанных мастеров будут соседствовать со студенческими работами. Для тех, кто хочет узнать о Москве, узнать, как менялись традиции, быт и нравы ее жителей, развивались стили и направления танцевального искусства в течение XX века, стоит посетить театр «Русская песня». На сцене музыкально-театральное действо под названием «Москва и москвичи». В качестве вдохновения было взято одноименное произведение Владимира Гелеровского. Во время спектакля портер превратится в подмостки, а зрители окажутся участниками действия. Это постановка, где необычно все и даже антракт. Начало в 18.00. Если в эти выходные вам хотелось бы посмотреть на дрессированных экзотических животных, тогда для вас открыт Московский театр иллюзий. Кроме очаровательных собачек, носух, обезьян и попугаев, вы увидите оригинальную клоунаду и световое шоу. Вы можете наблюдать, как стеклянные фужеры балансируют на острие ножа, а вереницы гигантских мыльных пузырей рождаются в воздухе. Начало в 12.00. Театр на Юго-Западе на этих выходных подготовил спектакль «Циники» по роману Анатолия Марингофа. Герой пьесы Владимир страстно влюблен в циничную от природы Ольгу. Молодой человек из всех сил стремится показать себя циником, которому никогда не больно и никого не жалко. Спектакль поставлен с использованием минимума декораций. Режиссер Максим Лакомкин. Начало в 17.00.